Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение псалмов царя Давида. 54-й псалом написан во время гонений от Авесолома, сына Давида, который преследовал своего отца. И когда Ахитафел уже изменил Давиду, на это указывает 14-15 стих этого псалма. И когда Давид приготовился бежать из Иерусалима, на это указывается с 7 по 9 стих. В синодальном переводе надписания этого псалма начальнику хора на струнных орудиях учения Давида. А по септуагенте, который мы отдаем предпочтение, потому что она является исходным текстом для церковнославянского, надписание «В конец пись в научение Асафа». И если посмотреть, какое надписание по еврейской массоре «Управителю на мелодичных» вразумление от Давида, и нет уточнений, в каком случае это все было произнесено. И псалом начинается словами «Услышь Божию молитву мою, и не презри моления моего». Вот всегда, когда Бог говорит, что Он слышит, имеется в виду, что Он слышит наши молитвы. Когда говорится, что Бог видит, имеется в виду, что Бог объективно оценивает ту ситуацию, в которой мы оказались. Когда говорится, что Бог вспомнил, это означает, что Бог принял решение исполнить то обетование, что оно теперь подходит к этому времени, о котором говорится, что Он вспомнил. Но все это такие антропоморфизмы. То есть, когда о Боге говорится в категориях человеческих пониманий. Поэтому, когда Давид здесь восклицает «Услышь Божию молитву мою, и не презри моления моего», имеется в виду не то, что Он хочет докричаться до Бога, но Он хочет, чтобы Господь ответил на его молитву. Эта мысль передается словом «Услышь», а словами «И не презри моления моего» Он излагает просьбу, чтобы Господь узрел то состояние, в котором находится Давид теперь, и дал бы объективную оценку этим обстоятельствам и принял бы решение, надо вмешиваться или нет. «Внемли мне и услышь меня, воскорбел я в печали моей и смутился». Давид здесь просит о том, чтобы Господь внял его скорбям, он воскорбел, он в печали, и он смутился. Его упование теперь только на Бога, потому что собственный Сын восстал против Него, и близкие к Нему люди отвернулись от Него. «От голоса врага и от притеснения со стороны грешника, ибо они взвели на меня беззаконие и во гневе враждовали со мной». Что значит «взвели на меня беззаконие»? Грешникам свойственно обвинять в своих грехах других людей. Об этом пишет Григорий Богослов, и это как бы та реальность, в которой мы существуем. Люди несламудренные будут говорить, что мы блудливы, люди вороватые будут говорить, что мы нечистые на руку, люди агрессивные будут говорить о нас, что мы преисполнены злости. Поэтому всегда очень осторожно надо относиться к тем оценкам, которые даются по отношению к какому-нибудь человеку. И вспомните человека, любого человека, который плохо отзывался о другом человеке, но обвинял его в каком-то серьезном грехе. На самом деле он рассказывал о своих собственных грехах, потому что людям это свойственно. А люди чистые, они всех видят чистыми. Люди святые, всех видят освященными. Это вот та реальность, в которой мы существуем. Давид продолжает свое моление от голоса врага и от притеснения со стороны грешника. Он просит, чтобы Бог его от этого избавил. «Ибо они возвели на меня беззаконие и во гневе враждовали со мной». А разве можно враждовать без гнева? Немножко непонятно. На самом деле гнев бывает недопустимый. Например, Иаков проклял своих двух сыновей, двух сыновей, сказав, «Гнев их жесток, и ярость их свирепла». То есть надо полагать предел и гневу, и ярости. «Сердце мое затрепетало во мне, и боязнь смерти напала на меня. Страх и трепет нашел на меня, и покрыла меня тьма». Вот здесь Давид передает то состояние, в котором он оказался, когда узнал, что сын выступил против него, а весолом, и ближайшие к нему люди тоже составили заговор против него. И я сказал, «Кто даст мне крылья, как у голубя, и полечу, и успокоюсь?» То есть он не хочет больше находиться здесь. Он принял решение покинуть Иерусалим, и куда Господь его отправит. Главное, чтобы найти успокоение от этих тяжелых сердечных переживаний, которые завладели им. «Вот я удалился, бегал и водворился в пустыне». Это действительно как бы его исход из Иерусалима. «Ожидал я от Бога спасения мне от малодушия и бури». То есть он хочет, чтобы Господь спас его. «От малодушия и бури, бури потрясений вот этой гражданской войны, которая развязалась в народе Божьем». Малодушия — это неспособность принимать какие-то ответственные решения. И это также опасно для царя, как и потрясение гражданской войны. «Потопи их, Господи, и раздели языки их, ибо я видел беззаконие и расприю в городе». Вот когда он говорит «раздели языки их», он как бы молится, чтобы не было согласия между этими людьми. Феодорит Кирский и Зигабен предлагают такое решение, чтобы они, то есть даже враги Давида, не могли соглашаться на зло. «Опрессиво» имеется в виду, чтобы не было согласия между ними, потому что когда Господь разделил языки первый раз, это произошло во время Вавилонского столпотворения, то люди перестали понимать друг друга. Кто-то говорил «дайте мне воды», ему давали кирпичи, кто-то говорил «дайте мне кирпичи», ему давали глину, и люди разошлись по всему миру, потому что, потеряв понимание друг друга, они не могли продолжать построение этой башни. «Потопи их, Господи, и раздели языки их», то есть разруши их согласие, «ибо я видел беззаконие и расприю в городе». Он как бы говорит, то, что они делают, это не приносит порядок в мир, потому что в городе воцаряется беззаконие и расприя через их беззаконные отношения ко мне и через их расприя против меня. Ну, мы, русские, это знаем, потому что мы исчерпали лимит любых революций, сколько у нас не было революционных потрясений, мы видим, что жизнь становится только хуже и хуже. Днем и ночью ходят они кругом его, то есть этого города, по стенам его, беззаконие и злоба среди его и неправда. То есть ничего хорошего не происходит. И не исчезли с площадей его лихва и коварство. Лихва — это взятки, коррупция и коварство, какие-то коварные преступления. Обычно, когда один режим хочет сменить другой режим, обвиняют тех, кого хотят свергнуть, именно в коррупции. Но когда эти революционеры приходят к власти, они утопают в не меньшей, а даже в большей коррупции. Потому что те, которые у власти, они все-таки как-то могли уже присытиться тем, что наворовали. А те, которые приходят к власти, они приходят голодными, жаждущими обогащения. Давид продолжает свое научение. «Если бы враг поносил меня, я претерпел бы это». То есть как бы все понятно, если враги нападают на нас. «Если бы ненавидящие меня превозносились надо мной, я укрылся бы от них, но ты человек единодушный, владыка мой и знаемый мой». То есть на него восстали люди, которых он никогда не считал врагами, которых он никогда не считал ненавидящими его. То есть люди, которые соглашались с ним во многом. И вот это, конечно, удар в спину. И это тяжелее переносить, чем нежели распред таких открытых, скажем так, последовательных наших врагов и наших противников. И далее мы читаем. «Ты, который вместе со мною наслаждался пищей, что значит вместе со мной наслаждался пищей, то есть сидел со мной за одним столом, с которым мы ходили в дом Божий единомысленно, то есть вместе молились, вместе ходили в дом Божий, стояли рядом. И для него потрясение, что люди, которые присутствовали за его царской трапезой, которые вместе с ним молились, они восстали на него, о которых он думал, что они любят его, что они его друзья. «Да постигнет их смерть, да сойдут они живыми в ад, ибо лукавство в жилищах их среди их». Почему Давид позволяет себе говорить такие резкости? Это связано с тем, что, будучи царем, помазанником Божьим, он не является частным лицом. И он понимает, что те, которые касаются помазанника, они как бы касаются пальцем ока Господа, как сказано в Библии. Поэтому он говорит достаточно резко. «Я к Богу взывал, и Господь услышал меня». То есть он говорит здесь, «Я раньше взывал к Богу, Господь слышал меня. Вечером и утром, в полдень, поведаю и возвещу, и он услышит голос мой». Тогда действительно была молитва вечерняя, утренняя и полуденная молитва. И мы знаем из книги «Бытие», что эти молитвы установили патриархи. Одну молитву установил патриарх Авраам, другую молитву Исаак, патриарх, третью – Иаков. То есть один установил вечернюю молитву, второй – утреннюю молитву и полуденную молитву. И Давид молится в то время, которое было обозначено патриархами. Потому что в книге «Бытие» мы видим, что они молились каждый, как бы, имея свое время молитвы. И во всей совокупности этой их практики Давид видит смысл. «Избавит мирно душу мою от приближающейся ко мне, ибо много их было со мною». Здесь Давид восклицает, что вечером и утром, и в полдень поведаю и возвещу, и он, Господь, услышит голос мой и избавит мирно душу мою от приближающейся ко мне, ибо много их было со мною. Вот здесь немножко непонятно. То есть около меня стояли, одно общество со мной составляли. Вот что значат эти слова. «Ибо много их было со мною, а теперь они восстали против меня». Давайте посмотрим, как 19 стих звучит по Масури. «Миром он искупил душу мою от битвы со мною, ибо со многими были они против меня». То есть когда-то они были со мною, теперь они против меня. И далее Давид молится, «Услышит Бог и смирит их сущий». Что значит «услышит»? «Услышит мои молитвы Бог и смирит их сущий». Сущий, значит, самодостаточный. «И смирит их сущий прежде веков», то есть прежде установленного срока как бы сойдут в могилу, испытают Божье наказание. Потому что нет в них перемены, и они не убоялись Бога. Вот почему Господь умерщвляет нечестивых, потому что нет надежды на то, что они переменятся в лучшую сторону. И они не испытывают страха Божия. Вот эти две причины, почему Господь их может раньше, прежде века, как бы установленного, забрать к себе. Он, то есть Господь, простер руку свою на воздаяние им, нарушили они завет его. Они не меняются, нет надежды, что они изменятся, а Господь простирает к ним руку с намерением наказать их сам суровым образом. «Разделились от гневного лица его, хотя они приблизились сердцем своим, слова их мягшие лея, но они суть стрелы». Немножко сложный текст. Посмотрим, как это звучит по массоре. «Глажи масел речи его, рта, но к битве сердца его, речи его мягче елея, но они клинки». То есть острые клинки. Или стрелы, как по переводу септуагенти. То есть одно дело то, как они улыбаются, что они говорят, но на самом деле они злоумышляют все самое злое и коварное. По церковно-славянски это звучит. «Разделишися от гнева лица его и приближися сердца их, умякнуша словеса их, паче елея, и та суть стрелы». То есть они как бы, их слова слаще елея, на самом деле это стрелы заточенные, которые летят в сердце Давида. И дальше как бы резюме, 23-24 стих, Давид подводит как бы итог этому псалму. «Возложи на Господа печаль твою». То есть сначала он говорит о личном, а здесь он подсказывает нам, какие выводы мы должны сделать из-за обстоятельств его жизни. «Возложи на Господа печаль твою, и он тебя пропитает». То есть он позаботится о тебе, он не бросит тебя. Это означает сохранит жизнь и даст все необходимые для того средства. В этом смысле пропитает. «Не даст вовек смятения праведнику». То есть праведник может испытать страх, панику, но это не будет всю его жизнь продолжаться. Не даст вовек смятения праведнику. «Ты же, Божий, не сведешь их в ров погибельный, мужи кровожадные и листивые, не доживут до половины дней своих». То есть до окончания века, который для них установлен. Это то, о чем мы прочитали выше. «Прежде веков, то есть прежде предназначенного для них времени, сойдут в могилу. А я на тебя, Господи, уповаю». То есть жизнь Давида будет цельной от начала до конца. Ибо он не злоумышляет против других и не проявляет лицемерие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова